Настя, слышно довольно. Окей, садитесь, пожалуйста, на места, или если будете набирать копии, делайте чуть потише. Придется очень много кликать. Очень много. Коллеги, если вам нужно поговорить... Давайте начнем. Когда я пригласил на лекцию, я подумал, что тема будет очень интересная, и я хотел поговорить примерно на такие темы. Я думал, ну, наверное, есть просто рассказать про эту тему, про психологию банана и социологию банана, или про борщ как единение семьи. Но меня приглашают почему-то только на такую тему, что она связана с человекоориентированным дизайном или сервис-дизайном. Иногда хочется поговорить и по-другие темам. Погнали. Давайте я спрошу вас. Кто-нибудь этот термин знает? Кто-нибудь слышал его? Встречал? Кто-нибудь занимается дизайном? Дизайнер или пишет про дизайн? Если дизайн, в основном, как проект, то да. Отлично. Как ремонт дизайна, помещения? Нет. Нет? Вообще боится. А, вообще боится. Ну, дизайнер боится, проектирует. Да, да, и проектирует в том числе. Как решение задачи. Давайте для дизайна смотреть как решение задачи, так будет проще. То есть для решения задачи можно понимать способ, которым вы проблему превращаете в решение. Погнали. Человек-ориентированный дизайн – это просто вид дизайна. Как сервис дизайна, как продуктовый дизайн. Есть. Все. В чем его фишка? В том, что если с помощью диаграммы Вена объясняется, то есть три призма. Люди, технологии, бизнес. Крутое решение лежит здесь посередине. Вот в этом центре. Человек-ориентированный дизайн, он начинает черпать вдохновение с призмы людей. Потом он начинает думать, что выгодно для бизнеса и что технически осуществляется. Можно. Если объяснять это не с помощью диаграммы Вена, а с помощью каких-то таких метафоров, то человек-ориентированный дизайн – это про следующее. Например, вы приходите в бар или в кафе, и там играет отличный музыкант. Вы видите, как все офигевают и обалдевают от звуков и завороженно смотрят. И вы спрашиваете владельца, слушайте, а где вы нашли такого классного музыканта? Он говорит, знаешь, я шел по улице, смотрю, человек играет. И люди смотрят на него, восхищаются. Мы решили построить вокруг этого музыканта кафе. То есть человек-ориентированный дизайн примерно про то. Когда вы все свое решение строите относительно человека, относительно его потребностей и мотивации. Сегодня я не буду вас погружать в то, что такое человек-ориентированный дизайн очень глубоко. В конце я вам предоставлю методичку, где теория вас загрузит получше. Сегодня я расскажу, что можно извлечь – реального или полезного. Выстое, что мы извлечь, у нас в том, что… Попробуем, окей. Первое, что можно извлечь – это образ мышления. Образ, которым мыслит дизайнер. Брюс в поиске решений. У кого в компании… Вот, когда вы работаете, у кого в компании от вас требует быть экспертом или быть человеком, который никогда не ошибается. Ну, или вы когда-то работаете в компании. Когда вас за ошибки ругают и просто там порят на совещание. Отлично. Вот такая культура, она убивает. Дизайн убивает генерированных новых идей. В чем суть этого способа мышления? Стоит мыслить о том, что ошибки – это всего лишь шаг на пути к пониманию, что же нужно сделать, чтобы решение было. Здесь нарисован изображен Эдисон. Эдисон, кстати, дважды увольняли с работой за то, что он был недостаточно продуктивный человек. Его спросили на одном мероприятии, журналист. Эдисон, вы тысячу раз ошибались, прежде чем разработать лампочку? Неужели, вот не обидно так тысячу раз разрабатывать? Он сказал, что нет. У него просто есть 999 способов, как не надо делать лампочку. И один, как не надо делать лампочку. Идем дальше. Второй – мышление. Способ мышления. Это не говорить, а делать. То есть дизайнеры, прежде чем что-то делать, они вот этими способами мышлениями загораются и сжигаются. Что такое ДДД? Пример на двух аббрикатур. ДДД и ДДНД. ДДД – это делай, думай, делай. Как вы думаете, как расшифровывается вторая аббрикатура? Кто, не знает. Как расшифровывается? Делай, думай, не делай. Да, очень похоже на расшифровывается так. Думай, 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 не делай. То есть такой подход мне очень хорошо помогает решать задачи. А потом-то делай, скажем? Не делай, а мне делать. Он подумал, в голове у него все идеально, но он говорит, зачем делать, если все так. Думай, думай, думай и не делай. Просто думай. Сейчас я этим заканчиваю. Сам же просто подумай. Да, сам для себя. Просто переживание. Это самое, пожалуй, важное в человекоорентированном движении способ мышления. Давайте я на примере видео объясню. Вообще, видно что-то? Нет. Я вам не объясню, что там происходит. Надо смотреть, если надо читать и слушать. Если сейчас не получится, то я вам оставлю ссылку, и вы можете посмотреть его по-позже. Это же книга Брэнни Брауна. Ваш соминоватый я, но это не так. Читал? Нет. Я не читал, но я либо... Нет, это ее из лекций ТЭК. А потом ее собрали уже на... Да, да. Из лекций ТЭК Брэнни Брауна в 13-й год. А Людка начала лекцию. Они сделали видео. Оттуда вышли из текста. Но вообще, эта лекция была на ее книг, она больше неожиданная. Мне кажется... Давай перейдем к церкви, окей. Назад пройди, как-то. Очень жаль, что они отварили видео с субтитрами, да? А может быть, просто без звука посмотреть? Ну, я знаю, вам видно это? Да. Прекрасно. Можешь вернуть сюда? Да, да. Я не понимаю. Давай я вас посчитаю. Не буду мешать. Прекрасно. Поговариваешь? Да. Да. Я думаю, что имеет смысл просто двигаться сюда, сейчас будет мешать нам полоску. Ну, зато мы знаем, что посмотреть сейчас на колокольчик. Я вам оставлю презентацию, это стоит посмотреть. Разница между сопереживанием и сочувствием. Про неопределенность. Про эмпатию не совсем понятно. Я вам скажу, что так, что просто это навык, когда вы можете залезть в шкур другого человека и действительно почувствовать, а не просто сказать ему, да, чувак, ты знаешь, твои проблемы, конечно, сложные, но я советую тебе сделать то-то или другое. Когда вы начинаете отстраненно смотреть на него, это уже не эмпатия. Неопределенность. Я вернусь к вопросу. Неопределенность. Часто мы не знаем, решение будет достигнуто или нет. Когда спрашивают нас перед проектом, вот, мою команду, например, спрашивают, слушайте, а вот вы нам точно решите задачу? Мы не можем ответить на все 100%, что да, мы решим. Мы говорим, что до этого мы решали, и не было такого случая, когда мы не решили задачу. Но мы не знаем, что будет точно решением, и будет ли оно вообще. И стоит себе дать на это право, потому что иначе у вас будут терять сомнения, вы не будете спать по ночам, пытаться допиливаться в последний момент. Можно? Конечно. Плюс здоровый оптимизм. Часто говорят, у нас маленький бюджет, у нас там не хватает времени, нет специалистов. Иногда один здоровый оптимизм может вытащить вас, весь проект вытащить. Когда говорят, что я очень маленький, и меня не будет слышно, я почему-то вспоминаю фразу, что попробуйте уснуть как-нибудь, про поджужжание комара. Это очень тяжело, несмотря на то, что он очень маленький. То есть, если вы продолжаете жужжать, и у вас есть оптимизм, многое получается. Повторение снова и снова. Банальная вещь. Вы как можно быстрее запускаете в прототип, как можно быстрее получаете обратную связь. После того, как вы запустили уже пилотный проект, как можно быстрее начинаете создавать новую версию. То есть, повторяйте, повторяйте цикл разработки. Ну и одна вещь, еще одна психологическая. Когда дизайнеры готовятся к проекту, они вспоминают и держат в голове то, что стоит доверять себе. И не стоит сомневаться в творческих навыках. Вот видите, я предлагаю творить видео. Оно даже без звука понятно. И там нет субтитров. Но краткую я вам объясню. Детей вначале просят нарисовать все, что приходит им на ум. И посмотрите, куда это приводит одного из учеников. Нажат и еще раз кревет. Нажат и еще раз кревет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 снова и снова, и давать себе право на то, чтобы идти до конца, даже все остальные считают, что мы не правы, и проект не нужно делать. Или решать один этап. Второе, что можно извлечь, это процесс. В методологии, человек-орентированный дизайнер, очень здорово прописаны шаги, что делать и как делать. Прямо по этапу. Выделяют три этапа. Изучение, создание, внедрение. Начнем с первого, это изучение. Суть его в том, чтобы не искать решения. Ни в коем случае на первом этапе не искать решения. Если приходит что-то в голову, записывает и откладывает. Ищет как можно больше проблем, связанных с этим проектом, с этим аудиторией, проблем у людей, которые возникают, и понимание этих проблем достигает. Каким способом? Собственно, сильные стороны на этом этапе в методологии. Это переживание. Это умение сформулировать задачу. Ну и все, кто может прочитать здесь. Как это делать? Во-первых, наблюдают. Берут интервью. Но берут интервью не просто находясь в офисе, или приглашают. Не только так. Но и находясь там, в условиях, где происходят проблемы, где человек живет. Чуть глубже, если опускаться. Чтобы понять, как себя чувствуют люди, для которых вы разрабатываете решения, дизайнеры погружают себя с помощью инструментов или технических средств. Например, это ограничители для шеи, чтобы не поворачивалась голова сильно, чтобы руки не поднимались, утяжелители, желтые очки, чтобы они скрашивали изображение, как это у пожилых людей выглядит. Таким образом они себя погружают в среду на уровне чувств. Не на уровне понимания головой, а на уровне чувств. Если копнуть еще дальше, то вот там люди ходили в течение дня. Ну или в течение нескольких часов. Есть такая женщина, ее зовут Патрисия Мурки. В возрасте 26 лет она одевалась в одежду в пенсионерке 80 и старше лет. И таким образом проходила 3 года и посетила больше 100 стран. По заказу трудных корпораций, которые спросили ее ответить на вопрос, что чувствуют пожилые люди по отношению к бенгам, банкоматам, к машинам, к передвижению по городу, к еде, к способу покупки того или иного, то или иное вещи. И она, чтобы описать им из первых рук, из первых курсов, она переодевалась сознательно и желательно. После чего у меня там невероятно премию дают. Что еще можно извлечь? Либо вы можете из собственного опыта понять это, либо вы можете наблюдать, либо вы можете спросить. Есть еще одна тонкость, которая поможет вам. Она называется экстремальные пользователи или экстремальные люди. Иногда стоит выйти за рамки, за грани нормального распределения ваших пользователей. О чем я говорю? Вместо того, чтобы спрашивать типичных представителей вашей аудитории, ищите нетипичных. Если вы изучаете дверной проем, то ищите не средних людей, а очень низких или очень крупных. Женщины с детьми с сумками на плече. Ищите тех, кто не подходит под норму. Они вас насытят гораздо быстрее, и таких людей нужно будет меньше. Если первых средних нужно будет около 100, то экстремальных 7-9 достаточно. Потом уже повторяемся. Можно дальше? Приведу пример. Например, мы изучаем способ передвижения, как улучшить среду, сделать ее более доступной для инвалидов. Можно изучить подходящего простых инвалидов. Я так скажу. Либо попросить вот такого человека. Он профессиональный. Экстремальный. Человек занимается экстремальным спортом, и профессиональный спортсмен, он выиграл несколько стезаний мировых. Либо вот такого человека. Летей. Они тоже каждый день испытывают сложности при передвижении на колесах. Да, может быть, это не совсем одни и те же люди, но опыт у них похожий. И один и второй преодолевают каждый день препятствия. Идем дальше. Один момент тут надо сказать. Часто люди слишком дословно воспринимают мое пожелание спрашивать у людей, изучать их или интервьюировать. И верить им на слово. Я бы хотел сказать, что есть такая штука, как люди говорят одно, делают другое, а думают третье. Я предупрежден. Женщины перед супермаркетом спросили, какой порошок они будут покупать. Они назвали известные марки брендов. Тай, тарель, вещь, дося, биф. Пошли в супермаркет и проследили за ними. 7 из 10 купили самые дешевые порошки. То же самое было с подростками и батарейками. Подростки сказали, что купят самое дешевое. Когда они подходили и рядом были другие подростки, они покупали очень дорогие вещи. Показав, что мы тоже крутые ребята. Не обращайте внимания только на то, что вам говорят. Смотрите между строк, слушайте и наблюдайте. Идем дальше. Мы сейчас тихим ускорим. Сознали. Когда вам нужно много идей хороших, получить сначала много идей, потом выбросьте плохие. Это химик, известно сказал. В чем сила? Здесь акцент идет на междисциплинарной команды, на обмен знаниями, на использование как можно больше видов мозгового штурма, не только славески, и на прототипирование, как способ мышления. Если нужно будет остановиться, я так останавливаюсь. Сейчас мы... Рассказывают друг другу истории. Что это такое? Это насыщение знаниями. Когда один сходил в поля, когда она сходила в поля, она приглашает всех своих закомандников и других людей, в том числе пользователей, экспертов, и рассказывает им историю, что же она увидела, что ее заинтересовало, что ее взмутило, что показалось интересным. Как шаблон. Остальные люди дают свою оценку и рассказывают свой опыт, с которым они сталкивались в жизни. Таким образом, они друг другу насыщают знаниями. И каждый по очереди рассказывает истории, прежде чем начать генировать идеи. Идем дальше. Давай проскочим. Еще. Я не успел. Идем дальше. Делаем так. Когда дизайнеры обменялись информацией, сформулировали вопросы, что же они хотят найти, в ход идет мозговой штурм. Их несколько. Обычный словесный. Он называется быстрый. Визуальный мозговой штурм, когда вы рисуете вместо того, чтобы его разговаривать. Это мозговой штурм по правилам. Тут я остановлюсь. Очень интересная штука, когда вам нужно разработать много вещей. Метеодология человекоактивный дизайн предлагает вам когда нужно на очень много вопросов ответить, чтобы не мешали друг другу людям, чтобы не перебивали друг друга, придумали хорошую практику. Молча. Устраивать мозговой штурм. То есть каждый видит вопрос, записывает свою идею, и переходит в следующий вопрос. В прошествии того, когда все написали свой вопрос, и все друг другу настроили идеи, уже они озвучивают и начинают разговаривать уже полный голос. Идем дальше. Контролевая игра. Можно просто не обязательно записывать, можно показать идею. Идем дальше. Прототипы. Мысли свои лучше выражать не только с помощью слов, но и с помощью прототипов. Здесь одна интересная история есть. Был один принцип, который вначале я обучил. Не говорить, а делать. На одном проекте, на одной сессии собрались люди, чтобы придумать новый медицинский прибор. Он справа, снизу находится. По-моему, он связан с хирургией. И они обсуждали в течение двух часов, не могли договориться, прийти к общему мнению. Разговаривали на словах. После чего попросили сделать кофебрейк. Ведущий сходил в подсоску, достал маркер, скотч, тубус для пленки и прищепку. Он примерно сравнил то, о чем говорили все, какие-то общие моменты, положил его на стол и сказал, давайте продолжим. Он создал прототип, как то, с чем можно уже взаимодействовать. Он показал каждого. Показал инженеру, показал врачу, тем, кто обсуждал. И те уже более предметно начали разговаривать, что да, я об этом, но тут ручка неудобная. Инженер сказал, что нужно провода учесть. После этого общение пошло быстрее. Когда вы придумаете идеи, стоит сразу приходить к прототипам. Как можно быстрее. Даже если они не рабочие и дурацкие. Прототипы могут быть такие, чтобы разработать мобильные приложения, для жажданских приложений, возьмите из дерева айфона или из 3d-принтера, совыте на него листочки, идите с этим прототипом уже с бумажным в своем пользователе и попросить его по нажиманию. То есть это нормально. Он вам в процент, это даже веселее, чем мобильное приложение. Стоимость разработки гораздо дешевле, чем с вами. Можно сделать так. Снимите видео. Здесь плакат на нем, на айфон большой, да, можно даже не распечатать, а нарисовать. Вырезан экран, и человек просто встал за него, используя его как экран телевизора. А девушка записывает на видео, как будет реагировать приложение на те или иные действия. Это записывается в течение нескольких часов. Представьте, сколько стоило бы для разработки такого прототипа в электронном виде. Иногда полезно делать storyboard, если у вас очень сложное приложение гражданское, и оно связано не только с мобильным приложением, но, например, с приходом в какой-то пункт приема, или в пункт сдачи, например, в праве, то стоит расписать весь сценарий, который проходит человек от и до. И такой прототип уже нести и общаться на нем с человеком, который будет пользоваться. Где он дальше? Можно прототипировать даже опыт. Некоторые компании прототипировали даже салон самолета, чтобы понять, как те или иные решения встраиваются салон самолета, но это очень дорогое удовольствие. Это было прототипирование и создание. Внедрение. Чему нас учат методологии на внедрение? Планировать. Либо road map, либо план действий, как хотите назовется. После того, как вы прототип создали, планировать. Описывать бизнес-модели. Это то, что вам пригодится, когда вы будете объяснять устойчивая модель у вас или неустойчивая своему инвестору или тому, кто захочет вложиться. Можно даже не в таком виде, не видя схемы, но вы все равно будете объяснять, как проект будет окупать сам себя или зарабатывать денег. Стоит рассказать всем эту историю. Стоит сначала эту историю опубликовать и посчитать. Например, там ходит crowdfunding платформа. И не забыть обязательно СМИ упомянуть. Вроде бы вещи банальные, я напомню, что они просто прописаны, я их проговариваю. Какие-то вы знаете, какие-то просто некоторые забывают делать. Понимаете? Один момент про процесс. Кажется, что методология говорит делай раз, делай два, делай три. Я сразу говорю, что процесс будет похож на такой, а вот на такой. На самом деле это так. То есть методология не говорит о том, что у вас будет все линейно и здорово. Будете блуждать в поисках идеи, возвращаться несколько раз к одному и тому же. И только в конце вы выйдете на какой-то устойчивый проходит. И это нормально. В принципе, мы все так и разрабатывали решение. Хочу показать примеры проектов. Хорошо, идем. Первый это социальный проект для африканских людей в Африке. И вообще не только в Африке. Потом он распространился уже на все страны, где есть проблемы с чисткой водой. Это велосипед, который позволяет вам, пока вы везете воду, набрали ее, везете с контейнером из одного места, где вы набрали, в место, где вы хотите выпить или домой, выкрутите педаль, и она одновременно фильтрует вам эту воду. То есть силой ваших педалей. Ну что, давайте перейдем. 1.1 миллион миллион в мире не имеют воду. Over 5,000 детей каждый день потому, что воду. воду. Много не стоять воду. Не стоять , не стоять так, что Продолжение следует... 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 Не типовые. Да, это вот статистика. Это только за первые 30 дней, у них около 20 миллионов звонков было за 6 месяцев. Я к тому, что они тоже не стали взбитать велосипед, не стали какие-то там мотивационные плацкаты делать, не стали там компанию социальную проводить, не стали ничего этого делать. Они использовали, нашли то, что уже работает, механика, и достроили и использовали. Всё. То есть, в принципе, человек-ориентированный дизайн – это погрузиться в мир людей, не ища решения, а просто посмотреть, как это всё работает, как это всё устроено. Как человек с другим человеком связан, через что, через какой интерфейс, какой механизм. То есть, распознать его, описать его и уже дорабатывать. То есть, под этим вопросом есть два человека делать, которые они не хотят? Родители довольны. Ну да, я сам не знаю, но родители пишут, что да, они не то, что не хотели, они захотели это сами делать. Они просто не думают, что спать надо ложиться, а то и спать ложиться. Это надо тоже лечь спать. И именно возраст детей, от двух до пяти говорят, что это самый сложный возраст, когда послушаем. Ну да, вот и, соответственно, эту мысль я хотел бы донести вам. Идем дальше. О, отлично, даже я вам успею одну штуку, по-моему, это электронный инструментарий. Это процесс был. До этого я вам рассказал о способах мышления. То есть, когда дизайнеры себя подготавливали к тому, чтобы не придумать решения, чтобы экспериментировать, чтобы, там, позволить себе творить, сопереживать. Все, что я вам рассказал, в очень раздорном кубике есть. Следующие металлоги, я вам сниму презентацию. Ну, плюс, вы можете по ссылке закаткать сейчас, если хотите найти его. Так, внизу написано, да. Ну, или само название наберите. В любом случае, вам пригодится, если вы захотите вспомнить этапы, или о чем там что. Ну, или приложение, значит, знаете. На русском языке и на русском. На русском? Я, честно говоря, не видел хорошего перевода на русском. Но вот выражение, что я снял. Окей, я не знал. Как радGuysдам русском? Руководство … Я вот тут соглашаюсь. Давайте так. Есть руководство по дизайну answering, это человекоориентированный дизайн. Угу, разные методологии. Дизайновое мышление – это вообще очень широкая методология. В частном случае, является человекоориентирным дизайн. Вы правы, что называют русские. Ну, просто вот эту версию русскому и не видел. Они примерно об одном и том же. Вопрос, что это … Я рассказываю про человекоориентирный дизайн. А принципы похожи, очень похожи. Здесь есть справочные процессы, что делать при таком, здесь есть дальше по шагам, конкретные методы методичные, большинство их не вы знаете, и шаблоны документов, как подсказки, что спрашивать, что наблюдать, ну, чтобы не терялись уже на самих полевых исследованиях или где-то при общении с людьми. Вас ведут за ручкой. Идем дальше. Вы можете мне всегда написать, я вам оставил контакты. Давайте я вам маленькую вишнюку дам. Практические методы, которые могут помочь вам вот уже в ближайших проектах. Четыре техники, которые помогут при интервью, взаимодействии с вашей аудиторией, с пользователями, для которых вы разрабатываете. Давайте начнем с первой. Первая техника называется «пять почему». Скорее всего, вы слышали о ней или делали ее рано или поздно. Всегда, да? Отлично. «Пять почему» – это техника, которая просит вас последовательно задавать пять вопросов в ответ на рассказ человека. Как она работает? Например, вы спрашиваете, хотите узнать, почему человек кушает яблоки каждый день? Он тебе говорит, что это полезно для здоровья. «Полезно для здоровья» – это слишком общая фраза, и вы не понимаете, что именно его заставляет. Вы же спрашиваете, что полезно для здоровья – это здорово. А почему ты это делаешь? Почему польза для здоровья тебе помогает? Как тебе это помогает? Я не понял. Он расскажет, что польза для здоровья улучшает цвет кожи, например. А, с кожей связано. То есть вы чуть-чуть глубже копаете. Вы спрашиваете, а с кожей что? У тебя сложности с кожей или как? Ну да, знаешь, если я не ем их, то, например, высыпание. А на самом деле все продукты, кроме яблок, это и натуретяние? Например, да. Ну то есть суть в том, что вы начинаете его мотивацию искать. Вопрос «И чё?» Ну да, пять вопросов. Бывает меньше нужно, бывает больше. А, и зачем? Нет, ну нет, мы с вами не почему, а и чё. Да. Ну там можно говорить «И чё?» и «Чё?» и «Почему?» или «Как?», «Зачем?». Не обязательно просто «Почему?», «Почему?», «Почему?». Как дети спрашивают, почему деревья качаются? Потому что ветер дует. А почему ветер дует? Потому что деревья качаются. Да. То есть такие были вопросы «Почему?». Эта техника позволяет вам чуть глубже копнуть. Но не забывайте, что это вербальная техника. То есть вам на уровне вербального рассказывают. То есть вы не поймете чувства. Вам только скажут они. То есть вы понимаете через слова. Следующая техника позволяет погрузиться до чувств чуть глубже. Мне кажется, просто эта техника может чуть-чуть раздражать. Да. То есть мне кажется, что ты что-то прислал к тому. Вот тогда чувства может дойти. То есть ты чувствуешь, потом свои чувствуешь. Раздражать это тоже чувства. Все верно. Здесь я вам расскажу про технику. Мазад. 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 Мазад, 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 мазад. Да, вот. Мазад. Раздражает, да. Как вы будете приводносить? И как вы подготовите? Не стоит сразу с нее начинать. Если вы чувствуете, что в каком-то моменте вы не поняли, честно скажите, я не понял, объясни почему. Если чувствуешь, что не идет, не надо раздражать человека. Есть другая техника. Но когда вы разрабатываете приложение, если вы не понимаете истинных мотивов, вы не разработаете приложение, которое будет трогать большинство людей. Вы разработаете то, что решает, как вам кажется, его проблемы. Вы не поймете, если это не будет двигать его на уровне чувств, то он не будет этим пользоваться. Потому что решение, мне кажется, я согласен с большинством, кого я считаю, принимается на уровне чувств. А логика лишь объясняет вам, оправдывает, почему вы это делаете. Поэтому вам стоит добраться до чувств, что его двигает, что заставляет это делать. Идем дальше. Более полезное в плане невербального. Спросите нарисовать. Это называется психоанализ вообще. Хоть каждый день. После медитации сразу анализ. Смотрите. Второе – это нарисуй свой опыт. Хороший вопрос. Лучше спрашивать себя, почему вы это делаете в проект. Это правильный вопрос. И команда себя спрашивает. Я немножко отторгусь. Команда себя перед началом проекта часто спрашивает, зачем мне это надо. И у нас ребята работают исследователями. Они часто мне говорят, знаешь, мне проект помог самому. А когда я узнавал мотивацию волонтера, я сам лучше понял, зачем мне вообще. Тоже такое примерно надо. Зачем я волонтерина. Это действительно так. Вы много узнаете. Нарисуй свой опыт. Попросить человека нарисовать. Палка-палка огуречек. Или кружочком. Ход мышления. Когда это удобно использовать? Когда вопрос абстрактный. Например, страхование. Или отношение к деньгам. Или любовь. Как ты провел отпуск. То есть такие вот абстрактные вещи. Если он не может показать фотографии. Как ты относишься к страхованию? Как ты относишься к деньгам? И он нарисует вам. Что тебе дают деньги? Он там изобразит. Это попытка увидеть его картину мира. Как он мыслит. Если вы много людей попросите это сделать в дополнение к интервью, вы увидите вообще схожие какие-то шаблоны, закономерности. Идем дальше. Покажи мне. Иногда это лучше, чем просто расскажи мне. У меня был случай в практике. Мы один раз проектировали пункт абонентского обслуживания. Телекоммуникационной компании. И там был отдел с договором связанный. И там был стеллаж. И мы спросили. Есть ли у вас какие-то сложности в хранении документов? Да. Говорят. Неудобно хранить документы. Мы записали. Неудобно хранить документы. И черт дернул нас. Сказать. А покажи нам. Как это неудобно? Ну просто неудобно. Окей. Покажи. И нам начали показывать. Мы думали, что это примерно похоже на такую картинку, когда лежат договора и где-то просто там в папках много документов и их распирает, например. Нет. Ситуация была следующая. Это девочки на каблуках. Блондинки. Ну то есть русые волосы. Высокие, фигуристые, красивые. Они поднимали рот самую. Вот такую небольшую. Там стоял стол с клеенкой. Рядом табуреточка. Они вставали на табуреточку. Вставали на стол на каблуках. Клеенка уже шаталась. Лезла наверх. Тут были стеллажи уже с провисшими договорами. И она пыталась рукой там засунуть и достать какой-нибудь в 2014 год. И когда мы это фотографировали, мы это увидели, мы поняли, что это действительно неудобно, мягко сказано. Мы показали руководителю. Сначала сказали, неудобные договора. Хранение договоров. Ну окей, неудобно, потерпят. Мы показали фотографию, он сказал, да. Это стоит поменять. То есть иногда лучше спросить, сказать, как это неудобно. Или яблоки как помогают? Может быть есть фотографии, как помогают яблокам? Если ты не ешь яблок. Да? Предстал с этими яблоками. То есть покажи мне. Хорошая техника. Если человек говорит, мне в телефоне в контактах неудобно хранить, ну покажи, как ты сейчас хранишь. Ну вот так я делаю. А, вон что-то неудобно. Это ты дура. Так стоит. Окей, идем дальше. И мысли вслух. Отличная техника, чтобы понять мышление человека в процессе того, как он решает задачу. Здесь действительно можно выцепить чувства. Например, у вас в гражданских приложениях. Вы изучаете прототип или готовые аналогичные приложения. Или просто просите его сделать ежедневную проверку почты. И это уже конец. Последний файл. Просите что-то сделать и озвучиваете ему условия игры. Прежде чем он сделает действие, попросите его озвучить ожидания. Например, что ты сейчас собираешься делать? Он говорит, я нажму эту кнопку. Зачем? Ну и ожидаю, что там будут контактные данные. Там называются контакты. Я думаю, что там будут контактные данные. Хорошо, нажимаем. Он нажимает и вы спрашиваете вас, что получилось? Это то, что я ожидал? Или не то, что ты ожидал? И он вам рассказывает. Иногда в процессе того, когда человек прокликивает какое-то приложение или исследует какую-то задачу, он может ругаться. Он может надувать губы. Вы видите, его прям мыслительный процесс. Он может говорить, где это, я не понимаю, где эта кнопка. То есть вот эти все слова, это важно. Когда если вы спросите его, тебе удобно нашить приложение, он скажет, ну да, местами неудобно, но я все нашел. Это не то же самое, чем если скажете, сделай и просто проговори с ним. Вы узнаете много новых. Эти четыре техники помогают более глубоко разобраться в причинах и как бы приблизиться к тому, что чувствует человек. Ну это как это приближение? У меня есть какое-то время. У меня есть, но слайда тоже нет. Это хорошо, потому что я хотел бы ответить на вопросы. Придумайте, да? Качество презентации, когда я учился на мастер-классе, у того, кто эту методику изобрел, ну одного из тех, кто ее изобретал, стоял у Истоков, он сказал, что в презентациях, будь здоровы, в презентациях он измеряет успех презентации по тому, сколько вопросов задавит. Если, говорит, нет вопросов, то это либо все понятно, либо вообще никто не понял. Если, говорит, много вопросов, то это очень хорошо. Я могу один слайд показать. Я могу один слайд показать. Мокну назад, попробую. Там, где увидишь. Просто мотаем, держи и скажу. Держи и время сядут. Я хотел вернуться к междисклинарным командам. Я пробежал это. Потому что довольно сложно за час объяснить вам методологию, которую люди годами изучают и применяют. А динамико-дизайнер, дизайн-мышление давно тоже? Да. Вообще есть такое понятие дизайн-мышление. Эта методология вся объявляющая. Ее придумали, когда... Я первоначально была, а потом начали сужать ее. Откретная задача. Дизайн-мышление придумали вообще тогда, когда задались вопросом, почему? В Стэнфорде задались вопросом, почему обычные люди считаются, что обычные люди не дизайнеры, не могут придумать решения? Они начали ходить по дизайнерам, архитекторам, художникам, любым творческим людям, кого считают творческим, по писателям, поэтам. И спрашивали о том, как они придумывают решения по процессу, по этапам. И начали записывать это. И анализировать, и сводить в единую общую картину. И поняли, что в принципе методология она одна. Назвали ее дизайн-мышление. После этого начали им пользоваться. Открыли в общем доступе. Там и школа Дисквул есть такая в Америке. Интердизайн я не слышал. Не знаю, так скажем. Я бы не знала, что у вас тоже не знали. Их столько? По фанграйзу были, да? Вроде как у них аналогии дизайна, начинало отличается от обычного интенсивного и интенсивного. Ну, не знаю. Ничего понимаем. Ничего мы не знали. Честно скажу. Я знаю, что есть такое взаимышление. Оно все объявляющее. У нас называется что-то типа ТРИЗА похожее. Но она вот посильнее. Ровнообразы будут разные. Смотрите. В проекте проводов. Зачем нужны междисеминарные команды? Вот я рассказывал. Позовите там людей разных. Экспертов, неэкспертов. Нужно. Попросил меня рассказать вам эту историю, когда я готовил презентацию. Потому что он прям вот желал в ней поучаствовать. Но не может физически. Смотрите. Как-то задумались о том, что при передаче нефти в трубопроводе возникают очень много проблем. И когда проектировали этот трубопровод, не конкретно это вообще, спрались люди умные, инженеры, и уперлись в несколько проблем, которые как не решались. Вот никак не решались. Други там лопались, сдувались, как-то не знаю. Ну никак. Не могли их решить. И по случайности один друг пригласил как-то на это событие своего товарища. А он был врачом. И вот они рассказывали, что далее не могли прийти к решению, а он врач стоит и думает, слушай, у меня есть что добавить. И он говорит, знаете, это очень похоже ваша история на историю с тем, как работает организм человеческий. И он рассказал свой опыт. Он говорит, вот я изучал, и меня знают, что артерии устроены похожим образом, как вы хотите, чтобы ваш что попробовать работал. И он объяснил мне, что есть законы, по которым работает там наша кровоток. Зовем вот так. Что есть не постоянное давление, под которым подается кровь, а оно пульсируется. Она как бы подается поэтапно. То есть гоняется так. То есть, если вы гоняете постоянно не так, как сердце, а вот так вот гоняете, у вас проблемы возникают, скорее всего. Объяснил, как устроены стенки. Объяснил, как устроена там жидкость. Как ее нагревают. Почему это все происходит. А не послушать и поняли, что это решает их проблемы. Это я к тому, что зовите на свои исследования, на промежуточные результаты. Когда вы друг другу рассказываете, зовите как можно больше разных людей. Никогда не знаете, чей опыт вам пригодится. Какое оптимальное количество? Ну, если вы изучаете людей, 7-9 экстремальных. Понятно? 7-9 людей экстремальных. Это достаточно. То есть не основных? Не средних, не средничков. 7-9 достаточно вполне. Если вы чувствуете, что у вас повторения идут, скорее всего, в конец. То есть дальше уже все нормально. Они вас насыщают гораздо быстрее. То есть не просто такой опыт огромный. То есть вот этот парень, который... Да, сейчас я вижу. Давай. У меня вопрос следующий. Вот то, что вы показываете, что человек ориентированный на дизайн. Он универсальный? Или все-таки там есть локальная аудитория за межкультурных различных, межкультурных коммунитаций? Он универсальный. То есть он универсальный? Да. То, что вы придумали, то есть он будет работать, грубо говоря, на все человечество. Или же в зависимости от культуры он может быть дойти в город? Нет, не может. Методология, она не жестко вас привязывает. Она дает вам направления и методы. Она рассчитана на решение любой задачи. Как продуктовая, как в сфере продуктов, услуг, впечатлений, сырья. Не важно. В России, не в России. Это пробовалось по всему миру, это работает. Прикол в этом. Да. Хороший вопрос. Но это не одно и то же, что универсальный дизайн. Универсальный дизайн нет. Есть универсальный дизайн, есть человек-орминированный дизайн. Куча, короче. Вы сейчас говорите о дизайне. В каком смысле, что дизайн будет, когда мы что-то там рисуем, и дизайн будет в широком смысле, как проектировать? Это широкий смысл. Ну, перевозим. Дизайн не как оформительство, а дизайн как решение задачи. Как по инженеру. Есть универсальный дизайн, где с универсальный дизайн не совпадает. Какой перевод в России? Ну, назовите его инженер-орминированный. Это шлем-ориентированное проектирование? Да, да. По сути, да. Потому что дизайн это не оформление. Мы его сузили, потому что у нас не укладывают зловень. А сейчас он, наоборот, расширяется от нас. Ну, давайте. Я не знаю, что конец все. Нет? Ну, окей. Покажите видео-то. Брени в правом сервисе, если меня на это не так. Давай. Покажите. Очень хорошее. Я попробую вас опустить. Я попробую вас опустить. Покажите внимание. Покажите внимание. У меня же проблемы с этим. У меня есть. У меня есть. У меня будет хорошо. У меня нет. Покажите внимание, с ним можно. У меня есть. Ну, мы придем. Вот так вот. ВСПРОГО. 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 Продолжение следует... 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 что стулья не любит. Он не любит стулья вообще. Он любит только крест. Найдите, кто рисует стулья. Найдите разные грани. Функционально найдите инженера, найдите ребенка, который... Никогда не знаешь, что тебе принесет. Даже, может быть, ваш школьный учитель по трудам, который стулья делает. Никогда не знает. Опыт может откуда угодно прилететь. Важно, чтобы вы понимали, что их всех объединяет, что их всех двигает, этих людей. За стулом сложнее, потому что это продукт. При отношении к продукту это будет то же самое, что в отношении к информационной системе или приложению людей. Если приложение, например, гражданское, то подумайте, что всех беспокоит, что все чувствуют в момент, когда у них рядом с домом яма в асфальте неудобная. Какие чувства их всех объединяет? На что это похоже? На какое ощущение? Как они это решают? Все. Давайте. Вопросы про инфаркти и про то, что прошло в Клинском ВСВ. В этом есть элемент «Ноу-конформизм». Вы думаете, что это новое, и дальше, в конечном счете, вы презентуете это аудиторию «Ноу-конформизм». у вас отличный пример с велосипедом с водой, да? Но, предположим, показывая велосипед с водой, вы встречаетесь с сообществом людей, которые говорят, «Нет, ну что, мы курим скважины, и эти скважины мне вода бесплатные, мы платим вам эти деньги, зачем эти велосипеды с водой?» И вот суть по вопросу, что если вы разрабатываете какую-то новую конформистскую идею, как презентовать ее конформистам и как создать ее? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я знаю, что вы столкнулись с проблемами. Смотрите, вы слышали про теорию изменений? Ну, окей. Хорошо, я потом дам вам ссылку на кривую. Есть кривая, кривая. Это такое некое нормальное распределение людей по отношению к чему-то новому, к инновациям. Наверное, слышали там «новаторы», ранние последователи, ранние большинства, поздние большинства. То есть в вашем случае ищите «новаторов» и ранних последователей. И на них работайте. Я потом расскажу, это довольно сложно сейчас быстро объяснить. Но суть в том, что не старайтесь всем, особенно тем, кто позднее большинство, как это объяснить. Например, вы выносите на рынок новый телефон. Сотовый, да? «Новаторы» — это те, кто любит любую новинку. Прям вот только вышло — все, я беру. Лишь бы что-то было в ней новенькое. Ранние последователи — это те, кто видит в этой новинке хоть что-то, что стоит их внимания. Например, экономия батареи в этом телефоне, большие кнопки, дисплей новый, в смысле более лучшее. Что-то для них функциональное лучше или для их жизни. Если вы их аудиторию завоюете и «новатых», то следующая аудитория, они передадут следующую аудиторию. Это раннее большинство. Раннее большинство — это люди, которые хотят технологии не просто потому, что она классная или функциональная, а чтобы она их в жизни помогала. То есть телефон, который лично мне в жизни помогал. Если их наберете, то будет позднее большинство. Это те, кто хотят как раннее большинство, только дешевле. Серьезно, так и там и есть. Они просто дешевле. А есть отстающие, которых вы никогда не наберете, это процентов 13 в день. Это те, которые еще дисковые телефоны. Минида говорит, меня устраивает дисковые. Нули, правда, они тяжело набирают, но дисковые устраивают. И выкинуты, когда вообще производитель пристал. Поэтому в вашем случае на ранних последователей. Это люди, обычно они такие центральные, с ними связано много других людей. На них ориентируются, на их мнение ориентируются. Вот вы их убеждаете. Люди, у которых есть проект или есть идеи проектов, они столкнутся на статику анализирования. Вопрос возникает в том, что когда вы приходите с этой же идеей, тогда вам надо убедить людей в деньгале. И эти люди в деньгале, но они очень традиционно внесли. Поэтому можно использовать свои последователи, но это даже чуть-чуть попроще, чем в ситуации, когда вам не нужно кому-то объяснить, что это классно. Я понял вопрос. Я понимаю. Понятно. Я понимаю, что ты говоришь. Все зависит от ситуации. Если хочешь совета, то расскажи всем историю, как это делается. Просто пилоту. Расскажи всем историю, собери количество, сколько тебе откликов дали, и приводи это как цифры. Как числа, точнее. Единственный совет. Или приводи, что это уже имеет воздействие на людей, а они уже готовы на какой платформе. То есть объяснять без подтверждения, что это людям нужно, очень сложно. То есть найди себе соратников, соратников. Или хотя бы подписчиков. Которые просто лайком скажут, да, там хорошая идея. И приведи это в пример. Это лучше работает. Потому что они-то о чем думают. Ты подумай, о чем они думают. Вот те, кому ты рассказываешь. Я не знаю их, не видел, но ты подумай. Хороший вопрос еще такой. Когда он отказывает, вы спросите, почему. И не один раз. И вам скажут кучу примеров. И скажите, да, ищите даже на эти кого-то. Ищите тех, кто вам откажет. Точно. Придите к нему и он скажет. Нет, это все плохо. Вы скажите, отлично. Почему? Он вам называет? Вы говорите, да-да-да, я записываю, не торопись. Записывайте. Если вы это исправите, эти блокировки, это начнет работать. То есть отнеситесь к этому как к процессу не борьбы с ним, а он вам помогает. Он вам накидывает. Он такой в черной шляпе сидит и говорит, вот как все плохо. И судья так, знаешь. Вот у вас не будет работать. А ты записывай просто и думай об этом. Ну да. И все. Чаще, как в компании Супокс, родники говорят так. Ну, вы знаете, у нас отличный проект, да? Но мы вкладываем деньги уже в этот бэк. Мы уже делаем этот проект, когда нет, мы не хотим этим отниматься. Ну, я понимаю. Еще идите другим. Не останавливайтесь. Я говорю, здоровый оптимизм работает здесь. Потому что не переносить, а переставайте жужжать. Жужжите дальше в другом направлении. Если вы перестанете жужжать, то уснуть им будет легче. Пока вы жужжите, с комаром очень тяжело уснуть в комнате. Он жужжит постоянно. Вы не знаете, где он постоянно жужжит. Приходите вставать, включать свет, начинать с ним разговаривать. Иди сюда. Улетай. То есть в любом случае надо идти дальше. Вот почему я так много уделял на вопрос образа мышления. Это важно. Так, а вот эта история с велосипедом, она продолжение земелы? Да, земелы, она работает, действительно. Там потом, если после этого еще... Я могу и все подать. И вот эта команда, которая ведет с велосипедом, принимается единственным проектом. У них стоит проект. А может еще раз лайк это дать? Одни из основателей, кто придумывает все с семьи с мышкой. Видели мышку вчера придумали? Вот первую. Видели? Одни из основателей, которые не заводят. Сейчас лайк покажу. У меня это не закончится. Не, а как команда называется? Как это называется? Я не пишу. Ну можно, если ты выбираешь. Аква, да. Команда называется IDEO. IDEO. И IDEO по-русски. IDEO. Это одна из самых крупных команд в Штатах. А в Великобритании LifeWord называется. Ну то есть у нас в Европе LifeWord. И плюс в Винде еще есть Inclusive Design. Много их там. В Германии есть отличная команда. На самом деле довольно коротное решение. Он же дополнительная нагрузка, которая создает специалист. Можно отмечить. А. Ну я думаю, это легко. Видели ранее какую использовать? У менять надо? Да, надо менять. То есть это просто работает электричественно, правильно? Вопрос в том. Ну в смысле, они просто механические электричества используют в качестве... Да, да, да. ...сочень именем. Мы используем солнце, которого так там много. Ха-ха. Я тебя понял. У каждого есть свое решение. Вы предложили это. Можно коньячков использовать. И же ядерные... Ну это работает. Это работает решать проблемы. У него игруют батареи качественно хорошо. Это работает. У него есть какие-то отличия от разглашения дизайнера от того, что от разглашения отличных шагов? Да нет. Нет. Я к тому же, что дизайнеры от разглашения. На самом деле, они доказываются и металлургой, что любой человек дизайнер. То есть, как Эдвард Забона есть такой. Нет. Различие в том, что вы перестали загнуть. То есть, мы со временем перестаем видеть обычное, необычное в обычном. Мы просто зашормируемся. А дизайнеры чаще с этой методикой работают. Они... Ну вот, знаете, как там флоры, как гокетисты. Они чаще это делают, но они в более разных эти навыки. То есть, в принципе, любой человек это может делать. Это не особенная каста. В этом прикол. То есть, если ты изберешь процесс, методы и настраиваешься, то лучше начинать не самостоятельно, а какую-то команду примкнуть. То есть, к кому-то попробуется, там, находить мастер-класс пойти. В Британских высших школах дизайн периодически проводятся мастер-классы, интенсивы проводятся. Мария Сташенко есть такая. Конечно. Что это дизайн при частном случае дизайн-мышлении? То есть, более узко, а дизайн-мышлении то есть, в том, где нужно? Ну, делал только методов, да, обратите внимание на него. Это такая методология, которая... Она сложная, но она и есть, в будущем дизайнер. А как можно? Мария Сташенко. Мария Сташенко. Мария Сташенко, Ирина Кутенева. Катя Тульска. Катя Тульска, да. Хочется верить, что я. Но я не методолог. Я Сташенко. Я практикую ее. Я не методолог. То есть, я не... Они делают очень классные дела. Они ее внедряют в массы. А я больше кейсами занимаюсь. Я решаюсь удачно. А если вы сказали, я будь и даже скажите, что вас зовут, тогда я сразу пришла и вообще не оследила. Хорошо. Весь сайт там коммерческие проекты. Я занимаюсь еще не коммерческими. Вот в последнее время и ушел с коммерческих проектов. Но не коммерческие я вам пока не покажу. На сайте есть большинство проектов и... А где вы есть? На сайте есть ссылки на социальные сети. Комманд, в принципе, в России много. Достаточно много. Вопрос, что методология в России не развивается, потому что у нас экономика, она еще продуктовая. Слишком много девчонок. Может быть, чаще экономика продуктовая и средневая у нас. Просто эта методология рассчитана на экономику услуг и впечатления. А у нас экономика средневая и продукт. Поэтому ее пока тяжело будет. Надо депутатам внедрить, чтобы они человекоориентированные законы проводят. Они не так ориентированы на того человека. Да. На конкретного. Есть такая шутка даже. Она в декабре звонит человеку в России и говорит, слушай, я тут недавно деньги с фрийских тигров перевел за миллион долларов. Как ты думаешь, до них дойдет? Он говорит, до них дойдет. До тигров не знаю. То есть это ориентированно. Если кого заинтересует методология, я могу уже на взаимношение на ссылку на компанию прислать. Подпишите. Она как из Андреев-Миссиревых. Вывод на что похоже на Ватарку. Очень много вас всех. Я помогу. Дадим на этот сайт, там в конце есть страница связана со мной. Вообще я не хотел добавлять его. Если вы хотите, напишите. Потому что это похоже на то, что я вам его продавил. Кого? Андрей, все. Есть. Нет, я сейчас хотел бы немножко позаниматься социальным проектом. Все? Можно убирать? Мне нравится отвечать на какие-то более практические вопросы. Если у вас есть какие-то, например, сложности в процессе, я вам могу некоторые вещи посоветовать. Потому что, ну, где-то более 60 уже проектов я сделал за 4 года. И собирал команды разные. И практически решал задачи. То есть не просто... Социальные. Социальные не вхажут. Пока не вхажут. Потому что тематика пока нельзя ее показывать. Есть, допустим. Я могу рассказать вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok